Раньше мы показывали как сделать самодельный небесный фонарик А сейчас мы хотим сделать огромный просто гигантский небесный фонарик Прицепить к нему камеру и отправить в свободное воздухоплавание Но пошло все не совсем так как мы думали А даже интереснее Как-то прогуливаясь по рынку я заметил огромные рулоны пленки Заинтересовали они меня тем что сделаны как бы рукавом То есть если полиэтилен расслоить получается такая вот нехилая труба Я подумал так это же идеальная сфера для тепловых аэростатов Отрезав три погонных метра я заклеил верхнюю часть скотчем А для нижней части приготовил крестовину из проволоки На которую закрепил чашу для огня из нашей шапочки из фольги Горелки изготовили мы из старых носков промочив их в парафине от свечек Главной фишкой будет камера закрепленная на борту Так мы сможем наблюдать за работой горелки и за полетом с высоты Но камера довольно тяжеленькая Сможет ли ее поднять в воздух наш небесный фонарик И слишком перевешивает на бок Поэтому пришлось закрепить ее близко к огню И обмотать фольгированным скотчем чтоб она не сгорела Ну что же поехали пускать Вот он наш супер пакетик Ой ветер О, он такой же готовый Сейчас попробую его надувь Надувался? Для надежного крепления горелки я складываю уголки пакета в 8 слоев Протыкаю и загибаю проволоку Опа, туго, но прокнулась Получается у нас вот такое у него дно Ну что же, настало время поджигать Плохо горящее, такой мороженый не загорается Обидно, но он не летит И как выяснилось это не камера слишком тяжелая А горелки чересчур дубовые Это носки Из них мы сделали горелки И весь прикол в том, что эти горелки не горят практически Вот мы их очень долго разжигаем Они плавятся синтетические И поэтому я решил подобрать оптимальную ткань для изготовления горелок Ей оказалась старая простынь из натурального материала Я отрывал кусочки и складывал ее в несколько слоев Промачивая в парафине Чем больше слоев, тем дольше она горит А увеличивая число горелок, можно регулировать мощность пламени Я подсчитал, что для подъема моей камеры потребуется 9 четырехслойных горелок Фонарик должен достаточно высоко взлететь, но при этом не сильно далеко улететь Чтобы горелки лучше дышали, я отказался от чаши для огня И нанизал их сразу на крестовину О, что-то пошло По ветру пойдем Давай по ветру, идем, 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 быстрее Идет? Да Супер, бежи за ним Ес, получилось Наша гоупрошка рванула вверх Ничего себе, какая скорость Ля, что с ним происходит? А, нет, 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 нет Это наша гоупрошка сейчас танцует Я не ожидал, что она так легко полетит и так далеко Слишком мощная оказалась с горелкой, за мамой чуть не сгорела Смотрите, как он далеко Летит на поселок, о цене Кругом же ж поле Ну почему он полетел прямиком на соседнее село? Это совсем не входило в наши расчеты Но дальше началось самое интересное Как ты думаешь, куда же он приземлится? Поставь паузу и напиши в комментах Интересно увидеть твое предположение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Микрови Чтобы не одну жил Субтитры сделал DimaTorzok Один Один Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Один Один Сильно закоптилось Ой, объектив закоптился Вот он упал прямо здесь Вот этот дом двухэтажный Супер! У нас получилось запустить камеру на пакете А в следующий раз мы хотим сделать настоящий огромный шар Чтобы запустить на нем нашего каскадера Если ты хочешь это увидеть То поддержи идею лайком и комментарием Если будет достаточно много желающих То мы сделаем это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok